Немножко интересная тема, курортный роман. Интересная и вкусная тема, я бы сказала. Вкусная тема. Вкусная тема. Нужно актуальное лето, пора отдыха, офис отдыхательного, развлекательного. И она довольно актуальна сейчас, да? Актуальна, потому что ее считается пиком лета, пиком чувств, волнений, переживаний, то есть интереса, раздетые тела, раздетые настолько, насколько можно прилично выйти в общество, в приличном обществе. А вообще вот тема курортный роман, как это психология, это вот явление? Явление, ну, явление. Это явление, в общем-то, существует не так уже редко, а курортный роман можно устроить даже в командировке. Курортный роман – это некое погружение в сказку, это ожидание, это ожидание чувств, переживаний, каких-то предположений, что это будет, предвкушение чего-то вкусненького наперед. То есть если я поеду, например, отдыхать, и если я уеду один или одна, то, соответственно, я предполагаю, что со мной будет там происходить. И если человек едет как охотник, за мужчиной или за женщиной, тогда он одну цель преследует. Если он едет отдохнуть, тогда он будет поговорить с кем-то, найти друзей. То есть у каждого свои цели. Поэтому курортный роман, он, в общем-то, это такое явление, которое предполагает желание достичь какой-то цели, удовлетворить какую-то определенную потребность. То есть получается, не хватает чего-то в личной жизни, и это, как я, доменители, почувствовать себя в сказке. Да, если есть желание просто поохотиться на какое-то короткое время, побыть принцем, побыть принцессой. Придем к вопросам. Вопросы от ретации. Первый вопрос. Может ли курортный роман перерастись в серьезные отношения? Насколько я слышала, насколько я сталкивалась, нет. Очень редко, очень редко, когда люди встретились, поговорили, понравились друг другу и потом продолжают отношения. Потому что в основном встречаются, редко, когда встречаются из одного города. То есть расстояние – это то препятствие, которое рушит даже браки, устоявшиеся, не только мимолетные встречи. Поэтому, если человек… Знаете, обычно встречаются, случайно, якобы случайно. Но у каждой случайности есть закономерность. Кто-то был голоден на чувства, на переживания, кто-то был голоден на то, чтобы выслушали и послушали. Если подворачивается тот человек, который готов выслушать и послушать, и поддержать, и оказать какую-то такую близкую поддержку, обнять, тактильную поддержку, то люди тогда даже сокращают свои расстояния, они начинают находить возможности быть вместе. То есть это же возможно? Возможно, но редко. Редко. На моей памяти были только люди, которые… на консультацию приходили люди, которые пострадали от этих романов. Но я еще ни одной пары не знаю, не встречала, которые бы сказали, что вот мы познакомились, и у нас все хорошо. Была одна пара, которая познакомилась в Крыму, они оба из Киева, они прожили полтора года в гражданском браке, и они разбежались. Я не знаю, могу ли я сказать, что способствует… может они разбежались просто, потому что они разные, пытались вот как-то возродить те чувства, которые возникли на курорте, они там отдыхали две недели. Они там встретились, ой, из Киева, ты тоже из Киева, вот как здорово, давай вместе потутим, они ездили поодиночке. Когда ездят парами, там другое… Тоже есть категория людей, которые настроены на романтику, они едут просто поотдыхать, по-настоящему поотдыхать, отвлечься, отвлечься не с помощью секса. Секс – это как дополнение, дополнение к удовольствию, которое хотят люди получить во время отпуска. То есть это не самая главная цель секса? Да, да, да. Там много чего удовольствия, много чего можно получить. Например, от шашлыка, который готовится именно в этом кафе, именно под эту музыку кушается, именно в такой компании. То есть удовольствие можно найти в любом месте, любое… Тоже солнышко – это тоже удовольствие, ну, несмотря на то, какого. Кто-то любит горы, даже отдыхать, ездили в Крым, да, до какого-то времени. Кто-то больше любил отдыхать в горах. Типа, да, так что… А вторая категория людей – это как раз люди, которые охотники. Я их так могу назвать. Охотники, но я в этом ничего ни плохого, ни хорошего не вижу в этом названии. То есть это люди, которые настроены, имеют заранее настроен на то, чтобы оторваться. А там уже получится роман, не получится. Там кто-то запивает, кто-то загуливает, кто-то заплавывает. Спасибо. Следующий вопрос о предакции. Стоит ли супругом отдыхать отдельно друг от друга? Знаете, в самом слове «стоит» заложена какая-то цена. Заложена стоимость. Я вот сейчас услышала… Нужно ли супругом отдыхать друг от друга? А тут вынужденность. Понимаете, каждое слово несет… Это слово, да, несет какую-то подругу, которую я беру. Да, да. Нужно ли – это есть… То есть это если… Вообще, в принципе, слово «нужно» – это производ… То есть это часть слова, которое определяет потребность какую-то. То есть в чем-то я нуждаюсь, что мне нужно. Это то, в чем я нуждаюсь. Слово «стоит», но за стоимостью всегда стоит какая-то цена. То есть если супруги ездят отдыхать раздельно, значит, каждый что-то удовлетворяет свое в раздельном отдыхе. То есть это возможность побыть вдалеке друг от друга. Настолько в некомфортном месте по разным причинам. По причине быта, коммуникации, много общаются, много… Видеть уже друг друга не могут. Вот у них просто стоят, не стоят, не знаю. Как-то тут стоимость определяет каждый человек сам для себя. Понятно. Спасибо большое. То есть вопрос такой… Ну, не очень… Да, 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 у каждого своя стоимость. Кто, чем готов заплатить, например, за отдых раздельно. Если женщина… Обычно женщины привязывают мужчин к себе, ездим вместе и так далее, и так далее. То есть женщины больше ориентированы на семью, на семейный отдых. Мужчины, те более свободные. Те более свободные, более подвижные. Женщина, если едет, она везет с собой ворох сарафанчиков, которые нужно выгулять, как говорила одна моя клиентка. Я еще не выгуляла два сарафанчика своих. А мужчины легкие на подъем, у них две майки и все. Как реагировать, если вы узнали об измене? Как реагировать? Ну, что такое измена? Ну, тут опять-таки необходимо выяснять, что такое измена. И что каждый человек вкладывает в это слово. Потому что для одного измена – это предательство такое, которое пережить просто невозможно. Это как конец света. Для другого человека измена – ну, ничего страшного. Я все равно ко мне вернется. То есть это опять-таки зависит от людей, которые как-то договариваются, насколько они верны друг другу. И если отношения для людей ценны, то каждый из партнеров будет остерегаться каких-то левых отношений. Поэтому как пережить ту измену, которая произошла? Если это мимолетная измена, и люди любят друг друга. А такое вполне реально и очень часто происходит. Когда, ну, очень, настолько частые случаи, когда женщины отказывают мужчине в сексе, ну, по разным причинам. Из-за обид. Там, ты меня обидел, ты не так посмотрел, не так сказал. И идет отказ в сексе. Не буду я с тобой заниматься. Как-то идет игнорирование. И тогда мужчина хочет или не хочет, а физиология зовет, то есть физиология требует. И женщина тогда таким образом его подталкивает к измене. Подталкивает к тому, чтобы в его жизни появилась другая женщина. Но это очень часто, вот я работала с мужчинами, мужчины говорят, мне не нужна другая женщина, если бы моя женщина, моя жена со мной занималась любовью. Поэтому если люди, вот вернусь все-таки к вопросу, если люди любят друг друга, и какая-то мимолетная интрижка, там на один-два раза мужчина ушел в другую сторону, потом возвращается к женщине и возвращается с повинной головой. И очень тяжело обоим, но тяжело обоим по-разному. Женщина тогда обиженная, она жертва, и она подсаживает мужчинам на чувство вины. А чувство вины, ну это такое средство для манипуляции. Женщина тогда получает от мужчины чего хочет, и он с повинной головой, он весь растерянный, расстроенный, он пытается угодить, и тем самым он попадает в еще большую ловушку. Он тогда становится зависимым из-за одного раза, когда он допустил такую слабость, не сдержался, не проконтролировался. А вот женщине, как это происходит? Женщина считает, что есть другая. У женщины сразу страдает самооценка. Если мужчина посмотрел на другую женщину, значит другая женщина лучше, чем ее. Вот такой вот идет рефрен. И женщина чаще всего... Вот мужчины спокойнее относятся к изменам. Они переживают внутри, они страдают, что они не такие мужчины, что их проигнорировали, но они восстанавливаются быстрее. Они восстанавливаются быстрее. Они ориентируются на то, что... А больше ориентируются на то, что женщина с сияющими глазами возле них, и они готовы забыть ту обиду, ту боль, которую женщина, изменившая женщина может принести. Женщина, которая очень сильно обиделась, она теряется. Она теряется в том, какая она женщина. Хороша ли она. Есть такое выражение. У меня оно очень такое неприятное. Жена не стенка подвинется. Она-то может подвинуться, но только стенка становится тогда холодной. Эта женщина становится холодной. Что-то в женщине начинает ломаться, потому что она ведь уже присвоила себе... Вот по-разному, опять-таки, разница между мужчиной и женщиной. Женщина уже присваивает. Вот она начинает встречаться с мужчиной, а еще когда замуж выходит, уже это ее мужчина. Он может. Она присваивает ее, грубо говоря, собственность. Находится с другой женщиной. Ну, да. С женщиной больше, получается, собственники. Больше. Чем мужчины. Мужины относятся к этому более лекомоственно. Это особенно психология мужчины? То есть психология мужчины? Я, знаете, беседовала с одним мужчиной. Он тоже оказался психологом. Я не знала, когда начинала беседу с ним. Он говорит, ну, мужчинам можно, мальчикам можно. Потому что мальчики, они настроены на то, чтобы оплодотворить. А девочкам нельзя. Даже раньше и проверяли, чтобы детственность была на месте. То есть женщина порчена, девочка порчена или не порчена, то есть я от мужчины такое услышала, от психолога, от моего коллеги. Причем он, похоже, и живет так. Вот мне так показалось, что он и живет так. Поэтому если я психолог, это еще не означает, что он не живой человек. Всем людям, всем женщинам. Да. Чем женщинам. Да. Мужчина больше, ему не чуждо, не чуждо быть собственником. То есть собственником, он хочет гордиться женщиной. То есть собственность проявляется в том, собственно, собственноничество проявляется в том, чтобы мужчина, вот у меня такая жена, смотрите, какая она стройная, да, умная, красивая, комсомолка, да, красавица наконец-то. И если на предмет его вот такой гордости начинают там кто-то посматривать, зариться, да, кто-то дрелит. Проблемы с сайтом, смотрю у нас, проблемы с дрелью. Ну попробуем, то есть дальше, давайте в другом режиме. Я не вижу, что показывают сайты, не вижу, что у нас показывают сайт, ничего страшного. Пойдем дальше. Я продолжу. Если на предмет обожания своего мужчины на предмет гордости кто-то начинает посматривать, и если он видит, что женщина радуется этому, то тогда появляется ревность. Как это? Как это? Вот я тут хожу, горжусь, я тебя творил вот такую, вот, и это все может от меня уйти. Так, кто-то другой забывает. То есть тут скорее конкуренция играет. Вот у женщины, женщина ведь изначально настроена на то, чтобы увидеть гнездо. Она увидела мужчину, мужчина увидел женщину, друг другу, что понравилось. И все, женщина уже в мыслях ушла далеко-далеко. Ей хорошо с этим мужчиной, и она пытается делать все, чтобы семья сохранилась. Почему же, опять, дрелянки. Почему женщины живут с мужчинами, даже с алкоголиками, наркоманами, которая бьет насилие, но до конца, до последнего шанса, до последней капли терпения. Потому что настроена на то, чтобы сохранить семью, сохранить это гнездо. Потому что без самца это гнездо маловыживаемо. А птенцам нужен хороший корм. Вот так устроено. Добрый дом, хороший корм? Да. А вот все время не изменилось понятие женщины, как вот, крыльница, молодежь, новые девушки, все деления, которые, они смешно порогон в жизни. Или это просто такая шивма, которая делилась ребятками от мира? Я сейчас пытаюсь по ходу того, как Вы задавали вопрос, у меня уже как бы вот несколько, несколько и туда, и туда, и туда можно пойти и говорить о разном. Ой, шивма. Ну вот, когда Вы задавали этот вопрос, я вспоминаю девочек 19-20 лет, которые приходили на консультации, для них непонятно было, для них было непонятно, как это мужчина с ней переспал, и он уже не интересуется ей. Но при этом она с дискотеки уехала к нему домой, даже в будущей детственнице, уехала к нему домой. То есть, во-первых, она, я когда задавала вопрос, знает ли она, чем, чем это все обычно оборачивается, ну да, я слышала, я знаю, что обычно переспать. А ты хотела? Нет, я не хотела. Но ты же ехала туда. И потом, как, почему, почему мужчина, когда делали анализ, ей непонятно все-таки, почему мужчина не посмотрел на то, что она действует. То есть, как будто бы ответственен за ее жизнь, должен кто-то взять на себя. Ну, девушка приехала к мужчине, ну, почему бы не воспользоваться? Уже, но приехала уже. Да. Поэтому здесь скорее вопрос в ментальности, в менталитете вот этого поколения, которое, в общем-то, и знают, от чего дети рождаются, но очень не хочется об этом думать, потому что есть желание, есть реальные желания тела, есть физиологическая потребность, но и есть в голове еще образы принца, принцессы, образы сказок, которые дают, как бы, вот эти вот представления, знания, дают разно, как это сказать, разноплановые настрои. То есть, ах, будь что будет, меня он точно полюбит, потому что он из сказки. Да, да. То есть, все равно есть желание верить, вот в 19-20 лет, все равно вот какой-то инфантилизм, мало очень ответственности за свою жизнь, больше присутствует инфантилизм у девочек. Живашин, кстати. Да. Я хочу, и он меня точно выберет. Я же так хороша, потому что я в 18 лет сделала ринопластику, сделала тату, поравняла зубы, сделала грудь, сделала грудь, и я много чего в себя вложила, и очень много денег в себя вложила, и поэтому ты меня полюбишь. Уже за то, что я такая красивая, я дорогая. Поэтому здесь я бы сказала, что больше с опытом приходит. Вот чем больше шишек, чем больше травм, тем больше рубцов появляется, шрамов, рубцов. тем больше опыта, и тогда человек уже не такой доверчивый, не такой наивный. Он уже начинает понимать, что если он шагнет в лужу, босиком, у него ноги намокнут. уже обжегся, и знаешь, что его более надо обжигаясь. Спасибо большое, что пойдем к вопросам нашей темы курортной романы. Тут такой вопрос. Подскажите, почему люди поддаются соблазнам курортного романа? Это просто почитали. Соблазнам курортный роман. Ну, наверное, читатель, мужчина, женщина. 1, 2, 4, 5, 6. Понятно, номера. Ой, почему человек поддается соблазнам курортного романа? Причин может быть масса. Самая главная причина неудовлетворенность семейной жизни. Если она есть. Неудовлетворенность, человек не чувствует себя. Если есть семья, человек не чувствует себя. Нужным женщине. Настолько, насколько он хотел бы. Не чувствует себя значимым и важным. И находясь в разделенных отдыхах, либо уехав, если это мужчина, либо женщина, человек добирает то, чего нет у него в семье. То есть хотя бы на эти 10-12 дней, 14-15, человек может попасть в какую-то сказку для себя. Там, где нет жены, там, где нет обязанностей, там, где никто никого не знает. У каждого, опять-таки вернусь к своему ответу вначале, у каждого свои потребности, когда человек пытается их удовлетворить, он ищет место, где это можно сделать. Если это в городе, в том же городе, например, если соблазн какой, ну, хочется мужчине какого-то флирта, мужчина идет на сайт с наконствами, и жены об этом не знают. И он удовлетворяет, не выходя из дома, из офиса, какие-то свои потребности переписываются, там, виртуальные сексы, еще что-то. Настача встречи, они встречаются. То есть, первое, это адреналин. Второе, это возможность выйти из рамок каких-то табу, из рамок ограничения, потому что жены не все, не готовы позволить в отношениях с мужем себе все то, о чем может мечтать партнер. Поэтому, ну, основная причина вот такая, скатиться в этот соблазн. Ну, и потом, тело, воздух, купальник, море, романтика, опять-таки. Если человек погряз в быту, если жена от сих до сих, вот ты где был, если она требует отчет, если она раз пять, десять в день ему звонит, ты где, ты как, все ли у тебя все хорошо, это не обязательно забота, это в какой-то степени контроль, как мужчина воспринимает. Женщина считает, что она заботится, а мужчина воспринимает это как контроль. И тогда человек сбегает от этого контроля. То есть, я на отдыхе, мне нужна тишина, мне нужно одиночество. Ну, кто знает, какое там одиночество. Придем в следующий вопрос, что Константин спрашивает. Правда ли, что курортный роман подолевает отношения с уходом? Да. Проценток 70. 70, я бы даже сказала 80. Потому что, не только курортный роман, я переношу на на свою работу семейного психолога, мужчины приходят на консультации, когда либо изменили и сказали об этом женам, либо изменили и не сказали об этом женам. Потому что и тот, и другой факт, он не остается незамеченным, и как с тем, так и с другим люди приходят работать. И вот я очень много слышала от мужчин, что для того, чтобы понять, какое сокровище находится возле меня, мне нужно было переспать женщиной, которая мне неинтересна, но которая меня потянула. по каким-то там причинам, корпоратив, там пьянка, гулянка, встретились, просто хороший человек, просто выслушал. Поэтому для того, где-то 70-80% из тех людей, с которыми я общалась, говорят, что да, начинают ценить то сокровище, которое осталось дома. Находятся в чувстве вины, вот как раз вот приходят по поводу чувства вины. Почему я в самом начале нашей беседы сказала про чувство вины? Потому что это то чувство, на которое очень легко подсадить мужчину. Вот женщину тяжелее подсадить на чувство вины. Спасибо большое. Следующий вопрос думающий спрашивает. В чем отличие уродного романа от обычного? Как определить? Настоящий роман или одноразовый? Ну, я думаю, по результату. По результату. Смотрите, если настоящий роман одноразовый роман, если есть желание продолжать отношения, тогда, наверное, тут что-то есть от настоящего. Если женщина и мужчина встретились, как, знаете, элиты пользуются терминами папа-мама. Вот, если встретились так папа-мама, то есть гениталиями своими, то тогда, ну, какой же это роман? Это так, переспать, удовлетворить потребность секса. Физиологическую потребность секса, это тоже очень важная потребность. Но она не имеет, нет, понимаете, для того, чтобы определить настоящее чувство или ненастоящее, должна возникнуть близость. А близость просто так, не возникает, душевная, не физическая. Физически можно обняться с кем угодно на встрече, на расставании, при расставании, то есть здесь тело к телу прикоснулось, мы люди, мы тепла хотим, можем просто обниматься, нам всем нужен тактильный контакт. А вот когда возникает душевная близость, духовная близость, когда человек начинает думать о другом, когда уже строят какие-то планы, когда хочется позвонить, когда рука тянется к телефону, когда рука тянется посмотреть, не было ли звонка, не пропущен ли звонок при включенном звуке. Это настоящее чувство. Спасибо большое. Следующий вопрос Степанович пишет. Жена не отпускает в отпуск одного, панически боится, что я там начну любить все, что движется. Я же ей пытаюсь доказать, что буду уверен, это вообще чья проблема, моя или ее. Может, у тебя психолога звонить? Ну, у меня вопрос, почему бы не взять с собой жену? Это не получается, возможно, делаем вот такое, что едет сам. И вопрос, почему едет сам? Да, вот какая потребность удовлетворяется у человека, когда человек хочет один уехать, один уехать, отдохнуть. Вот какая потребность удовлетворяется? Потребность, в одиночестве тогда не едут на курорт, там людей очень много. Тогда где-то люди ищут уединенное место, если в одиночестве. Если потребность поплескаться в море, тогда все равно, смотрите, едет один, значит, хочет быть один. На море всегда много людей. Понимаете? То есть, для чего он туда едет? Просто посмотреть, как на произведение искусства, на женские тела. Вы знаете, в любом, в любом действии человека заключена какая-то потребность. если я протягиваю руку к стакану и к воде, это означает, я хочу пить. То есть, я хочу удовлетворить потребность жертвы. Если я хочу уехать куда-то одна, значит, мне нужно сделать так, чтобы мой супруг остался дома. Понимаете? И то же самое, видимо, мужчина тоже отвоевывает. Возможно, там финансовая проблема, что семья не может поехать. или... Ну, возможно, но все равно есть. Вот зачем? Всегда стоят вопросы. У психолога есть волшебный вопрос. Зачем? Человек говорит, отвечает, отвечает. Но отвечает так, вот, вот, совершенно не зачем. Вот серия вопросов. Зачем? Фраза-ответ. Зачем? Зачем? И человек выходит на то, что... Чем он голоден? В чем он голод испытывает? Выходит на свою потребность. Сейчас пить хочу. Среди потребностей. Зажды. Да, понятно, что эта проблема уже... В самом вопросе проблема. Все это показывает. Да, в том-то и дело. Почему, вот, когда я отвечаю на вопросы, те, кто пишут мне, я уже читаю ответ в самом вопросе. Потому что, если женщина задает вопрос, вот был вопрос, женщина задает, спрашивает, скажите мне, что это было все эти 12 лет для меня, когда я жила с мужем, вот так, вот так, вот так. Я этого вопроса не понимаю. Я не понимаю, потому что я не знаю, что было. Для меня больше вопрос, зачем ей это, разобраться, не почему так с мужем у нее происходит, а что это для нее было. Вот, для меня это вопрос правда странный. Это означает, что женщина сама не знает, чего она хочет, не знает, как она хочет, с кем она хочет. Для нее нет определенности, нет какой-то цели. Она, видимо, вот просто на волшебной... Да, 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 по течению плывет. Вот как получается. Ну и семейная история показывает, которую она писала, там целых три письма было, на три письма. Ее письмо растянуто. Я помню это письмо, я сидел в одном, но потом... Понимаете, какой титанический труд там у этой женщины написать, это означает, что ей нужен кто-то, кто просто выслушает. И тогда отвечать на вопрос, что это для меня было, но я не знаю, как отвечать на этот вопрос, потому что человеку нужно выговориться. Да, да, поделиться, поделиться. Вернемся к нашим головам романа, на следующий вопрос. Андреан спрашивает, здравствуйте, моя ситуация такая, ездил на Утексан, дома жила девушка, я изменил ей, знаю при этом, что никогда больше не встречу пус, который изменил. Теперь мучаюсь, не знаю, стоит ли я сгладить правду, или будет проще, если она никогда об этом не узнает. Посоветуйте. Если человек дорожит отношениями, то лучше не говорит, потому что, во-первых, мужчина сделает больно женщине, девушке, парень, давайте будем говорить так, если это парень, девушка, если парень расскажет о своей измене, он сделает очень больно девушке. Девушка может быть воспитана на каких-то идеалах и ценностях, и она вполне может рубануть с плеча и сказать, что нет, ты мне такой не нужен, что называется, гордо уйти и хлопнуть дверью. А потом девушки очень сильно жалеют, что они так поступили. Но иначе в данный момент поступить они не могут. И тогда, рассказывая о каком-то своем приключении, что делает парень? Он сбрасывает то вину, которую он в себе носит, он сбрасывает, он освобождается от этого груза, что он держит. То есть, смотрите, есть какая-то информация, которая распирает человека, это как бомба, которую человек в себе носит. То есть, он весь так раздувается, я изменил, я изменил, боже мой, что с этим делать? Давит, да. И вот этот вот груз нужно кому-то отдать. Обычно, ну, вот что я предлагаю, идти к психологу. Потому что вот этот груз готов выдержать психолог достаточно просто, не оценивая, хорошо это или плохо. Потому что психолог безоценочный. Есть боль, есть боль, есть переживания. Психолог работает, вообще я бы сказала, больше психотерапевт, потому что психолог, он больше консультации проводит, а психотерапевт, он больше работает глубоко, потому что тоже, опять-таки, изменил тоже что-то, нужно было добрать, то, чего не было с девушкой. То есть, что добрал, и дальше ему, ну, как бы на будущее, у него уже это, он будет понимать, если появится кто-то на горизонте, с кем захочется переспать, изменить, да, он будет понимать, чего ему не хватает. И он просто может остановиться в тот момент. Так вот, если человек чувствует вину, если есть груз какой-то, который невозможно носить, лучше этот груз оставлять у психолога, у психотерапевта. Девушке не стоит об этом знать. Это относится к девушкам, да? Да, да, это относится к девушкам, потому что можно разрушить легко то, ну, то, что собирается по крупицам. Тем более, что если это парень и девушка, значит, у них отношения, ну, еще стадии очарованности, очарованности друг другом, представлений каких-то, ну, там, иллюзорность какая-то, что идеализация, вот он такой, она такая, да, вот, и легко можно поранить. Он оказывается не таким, она оказывается не такой. Я бы не рекомендовала говорить. А вот, раздать другу-подруге, а вот, то есть, нужно ли это? Или это может быть еще к нашим моментам? Друг-подруга, даже самые хорошие друзья, они не обязательно молчуны. По большому секрету может рассказать своему другому другу, или просто обронить, где-то там кто-то услышит, да, я бы не рекомендовала, потому что то, что человек хочет сохранить, то, что для него является позорным, стыдным, гнетущим, каким-то выходящим из норм, которые для него есть, которые он сформировал для себя, норм, там, ценности, правил, то это лучше отдавать специалисту. Там точно все останется внутри. Внутри, в кабинете, то есть, не выйдет. Невозможно, и я понимаю этого парня, невозможно носить, потому что он, скорее всего, не хотел чего-то большего, чем физиологически встретиться с девушкой. Он, видимо, очень сильно переживает, рефлексирует. Для этого есть специалисты. Но ведь этот к донтистам, когда болит зуб. Не занимаются самолечением. И аппендицит сами себе не удаляют люди, даже врачи. Да, сами себе не удаляют. Да. А лучше болит душа, и психолога, и все так далее. Да. Вот такой странный вопрос от господина Жигова. Не могу не изменять. Одна девушка себе другой. Что делать? Как остепениться? Хочется задать встречный вопрос. Чем похожи эти девушки? На что падает взгляд? На какие действия этих девушек мужчина реагирует? Реагирует этот Жигова. На какие качества реагирует? Потому что есть какой-то дефицит, который человек хочет восполнить у этих женщин. Может он ищет, знаете, вот как говорят, жена, это жена, она не может быть стервой или сукой. Так вот, может он ищет именно такую женщину, которая может быть другой, ну что-то вроде такой свободной, настолько без табу, что он ищет возможность удовлетворить свои потребности именно с такими женщинами. То есть он знаете, да, 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 это смотрите, потребности могут быть самые разные, которые люди удовлетворяют, вот меняя женщин. Первое, подтвердить, подтвердить, какой я мужчина. Тут опять-таки от возраста еще зависит. Это 20 лет, 30 лет, 40 лет, 50 лет, потому что в 20 лет какой я мужчина, в 30 лет какой я мужчина, в 40 лет какой я мужчина, в 50 лет какой я мужчина. То есть тут вот, понимаете, идет на понижение. В 20 лет еще мальчики пытаются себя почувствовать там матчер, пытаются быть какими-то крутыми. 30 более так, ну, пик сексуальной активности, в 40 лет уже получается и не получается, в 50 совсем уже тяжело получается. И подтверждение, какой я мужчина. Это первая причина. Вторая причина, самоутвердиться, как человек, то есть первая причина, это какой я мужчина в сексе. То есть сексуально способен ли я еще. Вторая причина, насколько я интересный мужчина, могу ли я завести женщину. Вот, насколько я привлекательный. Вот. Третья причина, может искать мамку. Это тоже. То есть, ноты такие основные причины. Есть три потребности. Основные, которые, ну, я их выделила бы основными и они как бы ведущие. Потребность признания, потребность безопасности, потребность любви. Так вот, скорее всего, когда человек изменяет, и у него очень много женщин, и он пробует одну, вторую, третью, не наедается, скорее всего, он ищет признание. Вот какого признания? Там надо разбираться. Потому что потребность любви вполне может, хотя, 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 может быть, ищет потребность любви. Да. Хочет любить. Если жену он, ну как, женой просто живет, просто жена, просто роль, не женщина, просто роль, жены, то я думаю, что он вполне может искать вот эти чувства, волнения, переживания, эйфорию на стороне. С одной не получилось, нет, не так, с другой не так, с третьей не так. Ну, где же она, та, с которой я буду чувствовать удовольствие, чувствовать радость? То есть, две потребности, скорее всего, потребность любви, потребность признания. Спасибо большое. Сегодня с гостями был психолог, Сергей Эргейский, психолог, гештальтерапевт, Наталья Юлькенна. Благодарю вам, что пришли к нам. Было очень приятно пообщаться. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Продолжение следует...